Ольга Продан Ольга Продан Ольга Продан Ольга Продан И что вообще еще изменилось в системе обучения? Может быть, с чем-то вы сейчас согласны, с чем-то не согласны? Давайте начнем с этого. У нас, к сожалению, в лицее нет первого класса, но я вижу, допустим, по старшим классам, что многие халтурят, не берут какие-то учебники или, допустим, договариваются, носят учебники по очереди, потому что действительно я не представляю, у них, поскольку по шесть, допустим, уроков, это же шесть учебников, по одному предмету может быть два учебника. Я им предлагаю оставлять в кабинете, не вижу проблемы, если, допустим, я преподаю английский, у нас есть отдельное пособие по грамматике, оставьте его здесь, пускай лежит. А вообще первоклассники, мне их вообще жалко, я вижу эти огромные рюкзаки, сделайте, пожалуйста, в каждой школе уже ящики, как они называются, где они будут просто хранить свои вещи, все. То есть шкафчики для учебников, в которых можно оставлять учебники, какие-то вещи и не таскать их, вот эти вот жуткие килограммы домой и обратно. Конечно, это, во-первых, и свое личное пространство, которое можно по-своему украсить, и это одновременно какой-то другой уровень ответственности. Ты сам должен учесть, какой учебник тебе взять с собой домой, чтобы подготовиться. То есть это тоже такая дополнительная работа и для педагога, и для родителя, но, как по мне, так это освобождает как минимум спину. На мой взгляд, ну, у нас родители, вот мамочек в группах в WhatsApp, при всей любви мамочке к вам, ну, хлебом не корми, дай пообсуждать серьезную проблему. Ну, то есть, если у моего ребенка будет тяжелый рюкзак, меня ничто не заставит этот рюкзак там одеть ей специально на спину, сказать, иди, это твоя ноша, ты в первом классе, будь мужиком. Ну, нет, то есть, если тяжело, договоритесь, если это шкафчики, это шкафчики, если это один учебник на троих, да пожалуйста, если это электронный, я, кстати, не понимаю, почему нельзя просто взять, купить один учебник, всем отсканировать, ну, то есть, почему нет? Возможно, меня сейчас кто-то из московских издательств встретит у дома, но, да, это все решается, то есть, все договаривается, все решается. Что касается оценки, ну, тут момент такой вообще, ну, интересно, когда учитель оценивает, есть просто понятие в педагогике отметка и оценка, ну, вот, что касается цифр, это может быть все, что угодно, Ну, когда учитель владеет вот этим вот искусством оценивания, это вообще высший пилотаж, когда он может подойти, описать те качества, которые проявил ребенок, когда он может указать на те качества, которые ему не очень нравятся и лично к этому отнестись. И вот если наши учителя будут уметь оценивать, то вообще не важно, что они там ставят, рисуют дневники, клеят ли наклейки, цифры, буквы, то есть, важно вот именно психологическая составляющая оценки и как это делать правильно. То есть, обратная связь к ученику, что вот с этим-то справился так-то и так-то? Это даже может быть не обратная связь, то есть, это вообще искусство взаимодействия с детьми, то есть, ты заприметил, это здорово, то есть, ему надо это развивать, и ты его подтягиваешь за это, а вот это не очень. И есть, ну, правило, которое никто не отменял, хвали громко, да, ругай тихо. То есть, когда начинают учителя устраивать разнос при всем классе, смеяться над ребенком, там, или жути какой-то нагонять, наоборот, ну, это все, конечно, катастрофически на него действует, влияет у них. Это демотивирует? Мало того, что демотивирует, это психосоматика, то есть, когда психика влияет на твой организм, они могут слечь с болезнью, у них может животик там заболеть. Сон там нарушится, что угодно может быть. Ну да, то есть, вопрос такой больше даже психологический, может быть, ребенок, да, которому 7 лет, он не готов, что ему сейчас поставят двойку, скажут, да, ты вот с этим не справляешься. Когда потом появляется комплекс, что я в математике ноль, или в русском языке ноль, или еще что-нибудь? Ну вот появляется из-за неправильных, неграмотных, резких оценок. Когда, ну, там, мама, то же самое, может сесть, сделать ребенком пример, сказать, ой, да это не твое. Там начать еще какую-нибудь семейную историю рассказать, что ты знаешь, у нас в роду вообще у всех было с этим плохо, а ты, да даже не пытайся. Ну и ребенок, ну, конечно, зачем? То есть, а может быть просто из-за того, что я рисую, вы списываете, учитель подобным образом, да, преподносит математику, и детям не нужно ни в чем разбираться. А математика — это вообще волшебный мир. Ну, переходя вот к темам, да, которые предлагают детям изучать в школе, 1 сентября, например, ввели какой-то удивительный, на мой взгляд, урок, да, лекцию, просто, которую должны слушать и первоклассники, и одиннадцатиклассники, о стране будущего, о дальневосточном гектаре они должны слушать. Это нормально? Вопрос к преподавателю. Про дальневосточный гектар, кажется, эта новость обошла меня стороной. Нам рекомендовали провести классный час на тему Владивосток, там что-то военная слава, ну вот, а почему бы с детьми не поговорить про любимый город? Простите, но любимый. Не вижу проблемы. Задать им какие-то вопросы. Это же не обязательно должна быть скучная лекция. Задать им какие-то вопросы, что им нравится во Владивостоке, почему, что они знают, что не знают. Потому что я, например, в старших классах не очень хорошо знала наш город. В том числе вопрос военной истории и каких-то там достижений, допустим. Просто провести беседу — это не проблема, это даже полезно, если сделать это грамотно. Конечно, если учитель встанет перед учениками, зачитает с листа о том, что Россия будущего — это… Нет. Кто это будет слушать? Это будет бесполезно, это будет трата времени, дети будут сидеть, листать Инстаграм. Ну зачем? То есть главная подача. Да вообще отношение педагог-ребенок — это самое главное в обучении. Ну то есть от этого напрямую зависит результат. А вот касаемо уроков, которые рекомендуется Министерством образования, как уроки, посвященные теме «Страна будущего», где как раз в статье, я не поленился, прочитал, указывается, что было бы здорово обсудить с детьми вообще перспективы развития страны в честь того, что, по-моему, создается или уже создана стратегия развития в Российской Федерации до 2035 года. 2000, простят меня зрители, 2035 года. И дети должны увидеть себя вот в этом будущем. Задумка волшебная, как и все задумки в нашей стране. Это замечательно, если дети будут планировать свое будущее не прям по шагам, но хотя бы примерно представлять, какое бы место в стране они хотели бы занять в рамках деятельности. Кстати, моя работа как раз связана с курсами для подростков профориентационными. И это здорово, как замысел. Ну, по итогу, я просто знаю, как это будет. Ребят, вот эта тема нашего урока, вы знаете о том, что у нас вообще для этого есть, для будущего нашего в России? Они скажут, знаем. Ну, хорошо, а теперь давайте, у кого учебники есть, а у кого нет. Кто там сдал на нужный класс, а кто нет. Ну, то есть, и кому во сколько завтра подходить. Надеюсь, что я ошибаюсь, но вряд ли. И чем интересно, вот я Ксению тоже пойду, Ксюше подержу, то, что это тоже, да, это возможность влюбить в город, вот влюбить в страну, создать момент, уйти из класса. Вот если многие, большинство педагогов последует вот этой идее, это будет урок, вот, который действительно обозначит интересное начало нового учебного года. Ну, и, кстати, пока тепло, отличный повод сходить, как минимум, на Владивостокскую крепость. Или, ну, что рядом со школой находится. Это же прекрасно, рассказать детям про это место. Даже на крышу школы. Ну, если пустят. Расскажите, как вы вообще строите досуг со своими учениками? Ксения, вопрос, конечно, к тебе. Классное руководство. Да, потому что у Сергея уже не ведет класс. Я выпустил свой. Да, Сергей выпустил свой класс. Как ты проводишь время с учениками в свободное время? И вообще, как должны строиться отношения между преподавателями и учениками для того, чтобы и доверие было, да? То есть в какой-то дружеской степени. И в то же время, чтобы оставалась, я не знаю, власть, неправильное, наверное, слово. Авторитет. Но влияние, авторитет скорее, да. Я не уверена, как это работает с классным руководством в других учебных заведениях. Мне в начале года, в прошлом году, я впервые взяла свой класс, мне дали табличку, план внеурочной работы, внеурочной воспитательной работы. И сказали, ну, запиши, не понравится, если не подойдет, будет неправильно, подкорректируем. Я записала туда как-то на Бум театр, Зарю, Центр современного искусства, там что-то еще. И, в общем-то, как бы по тому плану мы примерно и пошли. И потом дети сами стали подходить, предлагать какие-то идеи, а давайте сделаем то, а давайте сходим туда-то. У нас в лицее проводятся небольшие мероприятия для самих детей, то есть я им помогаю в организации. То есть, допустим, у нас в феврале уже такая маленькая новая, но традиция, уже можно назвать традицией, мы проводим бой хоров. Песни военные, там, патриотические и так далее. Я детям предложила, а давайте сделаем так, чтобы это не просто вы вышли и спели, а давайте устроим перформанс. Ну и, собственно, я им помогала, вот здесь сработал элемент участия, если можно так выразиться. Я им помогала. Они сами все решали, но я им просто помогала. Подсказывала где-то, что-то говорила, что сработает, что не сработает. Они видели, что я заинтересована в том, чтобы у них получилось. Сегодня в чате с коллегами из разных школ обсуждали этот момент. Должна быть какая-то, какой-то уровень открытости. Нельзя же просто прийти, отвести урок, уйти или прийти, опять же, на классный час или, там, на 1 сентября сказать, так, у кого есть учебники, давайте сейчас заполним дневники и до свидания. Поговорите с детьми, спросите, как они себя чувствуют. Спросите, за кого они болели на батле, на Версусе. И поучаствуйте в том, что они делают. Не просто приведите их в театр и скажите, все, до свидания. Обсудите с ним этот спектакль, им понравится, что вы заинтересованы в их чувствах. А вот сохранение авторитета, оно это уже сугубо индивидуальное. Кто-то это может, кто-то просто не выдержит. Как это? Остальные нервы нужны. Там еще что-то. Я даже не знаю. А в чем проблема в коммуникации? Может быть, как раз таки, потому что не все преподаватели у нас молодые, позволим себе это слово. Это не вопрос возраста. Не в возрасте дело. Дело, опять же, все индивидуально. Да, я в работе для себя часто задавался этим вопросом. Вот где баланс? Вот мне как-то еще со времен работы в детском лагере удавалось это. То есть как-то вот границы у меня были всегда с детьми отлажены. А и совсем недавно у Людмилы Петрановской, это семейный психолог, я прочитал, что у педагога для того, чтобы успешно все сложилось с детьми, две составляющие нужны. Это лидерство и забота. То есть вот это тот самый баланс между авторитаризмом и подходом к детям, к такому личностному, доброму, открытому. Лидерство, что включает в себя? Что ты уверен в своем предмете, ты уверен в том, что ты хочешь им открыть в этом мире. И ты сам это открываешь для себя. То есть ты ведешь за собой. Не просто передаешь. Я вот выучил 20 лет назад математику, сейчас я хочу, чтобы она у вас у всех была, потому что математика царица наук. Нет, ты разбираешься в этом сам, и ты ведешь, и ты совершенствуешь. Ты не уверен где-то даже, но и ошибиться вместе не грех. Забота – это вот как раз момент, когда ты поддержишь, когда ты при всех не унизишь, когда ты выслушаешь, даже если что-то идет в разрез с твоим мнением. Вот это две составляющие. И они, опять же, в большинстве случаев западают у педагогов. Либо забота, тогда они становятся авторитарными, жесткими. Как я скажу, так и будет, зато у меня никто не списывает, или зато у меня никто телефоны не достает, они гордятся этим. И либо наоборот, это учителю, у которого все можно. Он замечательный, он душа человека. Его, как правило, называют именем сумешитно-наскательным оттенком. У нас Галюсик, у нас Зинушка. Но при этом Зинушка неинтересна. То есть все садятся на шею, и не до предмета, нет речи ни о каком интересе. Вот, лидерство и забота. У меня еще, конечно, осталось очень много вопросов. И в нашей студии не звенит школьный звонок на перемену. Но, тем не менее, нам нужно сделать небольшую паузу. Мы идем на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы в преддверии 1 сентября продолжаем беседовать с молодыми педагогами. Сергей, мне бы хотелось спросить, есть ли у вас какое-то прозвище? Потому что мы закончили на том, что у преподавателей обычно какие-то уменьшительно-наскательные имена, которые им дают ученики, было ли у вас что-то? Прозвище, да. Это классика. То есть если нет прозвища, то ты и не преподаватель, собственно. Что-то значит, что у тебя не так в твоей работе. Видимо, заботы мало. Или лидерство. У меня было два прозвища. Первое у меня было в начале моей карьеры в лицее. Одна девочка пронизительно прозвала меня фермер, потому что я очень любил клетчатые рубашки. Ну и ходил такой достаточно вольно. Но педагог-психолог все-таки. У меня нет какого-то предмета, оценок я не ставил. И вот с легкой руки, из-за легкой небритости, вот рыжины волос, такого очков американского какого-то стиля. Кстати, я вернулся как раз в ту пору с фермы. Дети на самом деле, они пронзительные. Вот они пронзительные и проницательные. И я вот как раз вернулся после программы Work and Travel, работал на ферме. И вот в этом стиле, видимо, сохранился. И вот, пожалуйста, тебя на получай. Позже уже мои дети, там мои два класса, которые выросли, у которых я был класснухой, как выражается Ксения. Вот они меня уже просто называли Серж, видимо. Ну, причем за глаза, конечно, потому что они знали. Я, ну, то есть не грешил этим, но у меня с детства вообще дар раздавать прозвище. Если я кому-то придумаю прозвище, оно десятилетиями за ним тянется. Вот, поэтому дети побаивались меня в этом плане. Да, в каждом классе, мне кажется, был такой мальчик, который придумывал всем имена и прозвище. Да, поэтому вот такие два милые прозвища. Ксения, а есть ли у тебя что-нибудь такое? Я только один раз слышала от мамы моей ученицы, как она рассказывала о восторге своей дочери. Что дочь приходит домой и рассказывает, мам, ну наша Ксюха! Но так, чтобы прозвище не помню. Ну, Ксюха очень по-дружески, по-моему. Ну, как-то я маме тогда сообщила, что... Марья Ивановна, будьте добры, как-то пресекайте, потому что все-таки это, ну, как-то вот уже не очень. То есть дистанция все-таки... Конечно, ну какая я, Ксюха? А давайте, кстати, раз мы перешли к родителям, поговорим о том, может ли школа, могут ли преподаватели заменить родителей, да? Зачастую сталкиваемся с тем, что у родителей просто не хватает времени на детей, и они отправляют их в школу. Я знаю, маленьких там их продленку оставляют еще до вечера. И вообще школа может ли заменить семью, и какие ошибки совершают родители. Да, я думаю, что есть что сказать и у Ксении, но мне бы хотелось начать с Сергея, так как он педагог-психолог. Такие вздохи у нас с Ксенией вырвались автоматически. Здорово, здорово, когда родители активно участвуют, поддерживают детей в жизни школы. Ну, как и во всем деле, хороша золотая середина. То есть традиционно образовательный процесс, он делится на обучение и воспитание. Вот обучение, все, что касается предметных областей, там, имена, оценок, знаний, здесь по-разному у родителей. То есть кто-то просто отрезает, говорит, учись сам, как у тебя получится, так и живи. Кто-то садится там и с детьми делает уроки вплоть до 11 класса, нанимает тысячи репетиторов, жалуется, что ребенок не справляется. Ну, в общем, довольно странное отношение здесь. Все, что касается воспитания, я не уверен, что тут можно переборщить. То есть в плане того, что родители могут вместе с классными руководителями, вместе со школой, там, в качестве родительского комитета или просто инициативной группы, что они могут создавать интересные события для детей, здесь вообще нет никаких границ. То есть здесь можно делать тематические уроки, когда родители помогут организовать какую-то экскурсию, выезд к себе на работу, вот что-то привезут, наоборот, сами на уроки, интересное. Да, это же здорово. Вот. То есть они, воспитывая, еще и обучающие задачи могут решать. Все, что касается досуга, совместного отдыха, здесь тоже. То есть как организаторы родители могут быть просто золото. Ну, там единственный момент, что когда дети в своей тусовке, то там уже лучше родителям не лезть, не прибегать в восьмом классе и говорить, солнышко, одень шарфик. Ну, то есть когда вокруг все без шапок, тусуются, пейнтбол, вот. И они даже пьют энергетик. Ой. Мы как-то, кстати, на детской дискотеке в седьмом классе детям разрешили по баночке, и это просто была бомба. Вот. Это была настоящая взрослая дискотека. Поэтому родители могут участвовать, и было бы здорово, если бы они участвовали. Ну, во всем нужно знать меру. Согласна. Согласна про меру, потому что я видела вот тех самых детей, с которыми до двух ночи. Мы вот ваш проклятый английский до двух ночи делаем. В чем была проблема изначально научить ребенка самостоятельности, потому что ребенок не может сесть за уроки, пока мама не придет домой с работы. А мама приходит с работы домой часов в одиннадцать. То есть у меня вообще очень много вопросов, но каждая история может быть индивидуальной, но они все, как там было, все счастливые семьи счастливы одинаковы, да? Каждая проблема, она индивидуальная. Ты начинаешь с ней разбираться, понимаешь, что там... Начинаешь все это раскапывать, понимаешь, что там такой фундамент вообще каких-то психологических, глубинных проблем становится больно, страшно из-за родителей, из-за ребенка, и ты пытаешься им помочь. И поэтому, да, если родители понимают, что они, как вот я сегодня уже сказала, когда мы обсуждали родителей, что... Если родители понимают, что школа и семья работают на одну цель, и это все одна команда, то вообще прекрасно. Тогда будет организован и досуг. Родители и школа. Родители и семья. Ой, ну конечно, классно. Если родители понимают, что школа вместе с ними за одну команду, то все будет организовано. Не только досуг, будет организовано и обучение, и воспитание, и все-все-все. просто нужно налаживать коммуникацию это вообще самая большая проблема по моему современного мира дети с собой не могут разговаривать они не умеют разговаривать с учителями они не могут высказывать свои чувства просто формулировать свои мысли свои чувства и ты смотришь на такого ребенка и понимаешь с ним просто дома не разговаривают и вот этих проблем вот такой вот ворох и они все в одной куче а как за какую хвататься в первую очередь не зря говорят да что все из семьи и собственно что происходит в семье то потом отражается и в целом на жизни подростка какие у нас еще проблемы существует не знаю в школе вот в системе образования и я бы хотела разграничить этот вопрос на скажем так два под вопроса да первый что касается вот именно образование наверное чтобы вам хотелось видеть да с чем вы не согласны а первый вопрос про то как школа в принципе работает с родителями своих учеников как то например сбор денег на всякие покраски стены прочее нормально ли это то есть школа не может себя обеспечить если в этом проблема или это абсолютно нормальной ситуации когда родители приносят деньги да и помогают своему классу классу в котором учится их ребенок что касается проблем в образовании здесь бьются бьются два лагеря вообще там традиционной советской школы новой либеральной школы все эти реформы одинаково одинаково сильно одинаково остро обсуждаются там тоже егэ уже сколько сколько копий сломано сколько всего разобрано и все же все же не не хочу умничать а просто отошлю вас к интересному фильму который называется последний звонок это фильм который который создали журналист канала россия константин съемен и историк который работает в московском государственном педагогическом университете евгений спицын они на народные деньги два года назад стали собирать пожертвования и собрали вот деньги на этот фильм константин там с минимальными затратами путешествовал по всей россии по сельским школам по университетам общался с множеством специалистов и вот вышла только первая серия но планируется вот они хотели к первому сентября сделать масштабный фильм он на ю тубе доступен вот там проблемы современной школы это имеется в виду но по постперестроечной школы все что за 20 за 26 лет изменилось все это вот сравнивается с традиционной советской школой это очень интересный взгляд вот и многие ну вот эти неприятные вещи которые некоторые построены на алчности на отмывание бюджетных денег некоторые просто на том что хочется повторить интересный зарубежный опыт вот многие эти вещи критикуются достаточно интересно и осторожно поэтому я рекомендую вот тем кто хочет разобраться в проблемах посмотреть наше время подошло к концу не очень жаль если мы вдруг не успели обсудить какие-то вопросы возможно мы еще раз встретимся учебный год до всех вопросов никогда не обсудить мне очень жаль что у меня не было таких прекрасных преподавателей вот удачи вам вашей деятельности думаю что вы делать это большое дело спасибо я напоминаю это была программа время говорить в студии работала ольга продана увидимся на восьмом удачи